всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад который недавно посмотрела у алекса все никак не могу привыкнуть к вы новому нику perfect nextor почему-то мне больше нравится ну ладно не суть как правило я люблю всегда что-то уникальное да что-то свое но есть иногда такие расклады которые мне самой нравятся они интересные и когда я смотрю у коллег ну я представляю как как бы я этот расклад сделала так вот один из таких раскладов будет сегодняшний называется он в чем мои деньги то есть я хочу посмотреть в каком может быть в каком роде деятельности либо в каких ваших талантах в общем где есть эквивалент ваших денег и так ну я не предполагаю делать большой расклад хочется все-таки сделать сегодня менее позиции вы видите как обычно три позиции 1 2 3 1 2 и 3 позиция значит и голубенькие красненькие и зелененькие камешек работать будем либо на колоде театр кукол либо на колоде танец шамана логинова так давайте сразу приступим тайм-коды есть там я отодвину вот эти вот две позиции в сторонку чтобы они нас не отвлекали нет интересно если я поставлю вот сюда голубенький камешк видно быть нет нет ладно оставим здесь чтобы видно было и так в чем ваши деньги король жезлов обожаю красивая такая колода я всегда стараюсь убирать какие-то такие красивые колоды для формата рудки карты значит давайте еще вот еще одну так ага жезлы значит ваши деньги непосредственно завязаны на вашей энергетике хочу сразу сказать то есть когда вы находитесь в резервном в ресурсном состоянии не знаю почему резервно не знаю почему это оговорка была в ресурсном состоянии когда вы находитесь то к вам приходит деньги имейте это ввиду то есть когда у вас плохое настроение либо вы усталые либо когда болеете опустошены ну то есть когда нету энергии у вас это сразу будет сказываться на деньгах и так в чем же ваши деньги ну по королю жезлов во первых если мы говорим об энергетике то ваши деньги будут завязаны на тех профессиях где вы проявляете какие-то лидерские качества до непосредственно когда вы коммуницируете и взаимодействуете с людьми когда вы куда-то ведете людей до когда возможно вы вот здесь вот у меня идет общение больше какие-то переговоры обучение развития на тройка жезлов тоже да она мне почему-то напоминает такого вы знаете дирижера который стоит на сцене до свет от прожекторов ну хотя здесь в принципе небо да и солнце и вот он готов смахнуть вот этой вот дирижерской своей палочкой да чтобы дирижировать да с оркестром не знаю как этот процесс называется правильно поэтому ваши деньги они будут связаны хочется сказать после хорошего секса потому что жезловая энергетика она тоже связанная сексуальной энергии а то есть если у вас ваша сексуальная жизнь удовлетворяет то деньги тоже у вас будут но либо какая-то вот прямая связь с этими двумя энергиями плюс ко всему когда вы что-то для себя планируете когда вы что-то визуализируете то есть ваши деньги они связаны вы знаете не с тем чтобы просто иметь как как какую-то сумму денег да а скорее всего когда вы планируете свои деньги на что-либо например на реализацию какого-то проекта либо на я не знаю построение дома то здесь вот такое вот ощущение по тройке жезлов да когда человек представляет четко для чего ему нужны деньги да причем не просто представляет именно знает конкретная сумма который ему необходимо и на что он ее может потратить а так в принципе очень такие энергии позитивные доброжидательные мужественные поэтому ваша если вы мужчина да то здесь вот например все что связано с мчс все что связано почему-то с пожарниками да там где есть спортсмены там здесь вот такая сила тоже на этом есть ваши деньги мне не знаю охранники какие-то наемные на ютная мужская сила хочется сказать знаете как эти бодигард так что еще здесь идет в чем может быть ваша сила ваша сила может быть в передаче информации в обучении когда вы кого-то учите я просто подумала если вы когда учитесь может ли быть такое здесь скорее всего больше все что связано с развитием все что связано с расширением здесь энергия понимаете деньги у вас есть тогда когда ваш канал энергетический наполнен когда энергия находится в движении то есть когда есть какая-то когда вы эти деньги генерируете это не то что вот вы откладываете в сторонку например хочу купить дома и откладываю сторонку нет а вот здесь вот такое вот ощущение что вот вы вкладываетесь и на те деньги которые вы вкладываете к вам приходит еще что-то больше но вот здесь вот ощущение того что вы должны вкладывать в себя инвестировать в себя не во что-то если вы все-таки по профессии инвестор то вкладывать в что-то во что-то перспективное все что связано с развитием как-то узнаете на будущее ну например взращиваете молодое поколение для чего-то там из на молодое поколение менеджер то есть то что будет на будущее на перспективу вам давать деньги вот здесь ваши деньги они связаны с движением они связаны с огнем и они связаны с жизнью в прямом смысле пока вы чувствуете вот эту вот силу жизни огненное какое-то вот направление что еще кроме пожарников ну вот здесь вот духовность на духовность проходит коммуникации общение договоренности какие-то переговоры здесь ваши деньги они когда находятся найти публичные какие-то выступления тренера коучи ораторы то здесь люди которые вещают знаете это могут быть также еще певцы это все что связано с медийностью все что связано с публичностью то есть вы не офисная ссори за выражение крысы до который вот где-то там скрывается и там сидит нет вы должны быть на виду вы должны быть солнцем вы должны светить вы должны быть заметными вы должны быть яркими то есть даже если вы например писатель к примеру да либо копирайтер то вот ваши работы они все равно должны быть публичными они должны быть видными заметными то есть то что вы создаете ваш продукт должен даже если вот вы например фотограф то вы создаете эту красоту на и они эти фотографии должны быть видны где-то да какие-то вот выставки например либо в соцсетях то есть это что-то что должно быть заметным в чем еще ваши деньги лидерские может быть тоже еще качество когда вы ведете кого-то организовываете куда кого-то то есть вы на виду вы на переднем плане здесь энергия такая знаете льва не знаю почему но вот знака зодиака льва жезловая какая-то такая статная энергия здесь люди в статусе каком-то находится ну то есть не простые разнорабочие в чем еще ваша энергия денег вопрос некорректно задан вопрос хорошо так где скрывается да в чем ваши нет как как задать так вопрос так чтобы было корректно чтобы театр кукол не возражал ну давайте спросим на чем вы можете зарабатывать да вот так может быть ему будет корректно так принцесса эмоций открытость да вот я жду вот выступление да когда вот смотрите что здесь на человек один находится что здесь что здесь то есть вот и света здесь свет шел а здесь вот идет непосредственно вот эти вот эмоции да когда вот вы открыты вы как-то взаимодействуете с миром здесь масштабы какие-то проходят так открытость и стресс вот то что я говорила скорее всего наоборот я поменяю карты потому что они вот так вот уйдут открытости стресс то есть когда у вас стресс когда вы переживаете волнуетесь деньги от вас уходит когда вы думаете здесь вы знаете какая-то такая очень интересная игра когда вы находитесь в расслабленном состоянии наполненные жизнь вот-вот прям бьет сквозь вас с ключом да вот как на этой карте отодвину чтобы не освещать что как на этой карте ключ жизнь бьет ключом тогда у вас есть деньги когда вы думаете как заработать что нужно сделать да какие там целеполагания что-то вот то чего-то достичь здесь деньги ваши будут уходить почему потому что здесь вот как-то вопрос доверия какие-то вот отношения между вами и миром да то есть если я доверяю миру да и вы четко просто высказываете намерение того что вы хотите для чего вам нужны деньги да либо какая сумма тут вы на этом сможете зарабатывать дату вы получаете когда вы включаете как-то свою голову да здесь как будто бы вы полагаетесь исключительно на себя тогда мир вам горит окей тебе не нужна моя помощь и не вопрос думай сам так восьмерка материи результат то есть там где вы будете видеть какой-то результат то есть результат он для вас тоже важно причем смотрите здесь лестница нарисована да когда вы поднимаетесь по какой-то лестнице то есть вы не просто должны работать в той деятельности в которой есть деньги вы должны замечать какое-то движение то есть движение не только внутри вас но и вот какой-то рост должен происходить то что я и говорила ну например допустим если мы возьмем таро дата не только так делать там расклады либо проводить индивидуальные консультации да но еще и как-то расти то есть как-то по-другому взаимодействовать с людьми может быть там проводить какие-то вебинары проводить какие-то программы какие-то курсы записывать то есть больше и большее количество людей привлекать то есть понимаете да какое-то вот развитие должно быть чтобы вы видели свои результаты причем результаты своей работы не в контексте только финансов но и вообще благодарности людей то есть вам здесь скорее всего даже не столь финансы а сколько взаимодействия с людьми и это будет эквивалент вашей благодарность но благодарности людей вашу сторону виде финансов то есть чем больше благодарности людей вашу сторону тем больше у вас будет денег то есть в акцент должны делать не на финансы где я могу зарабатывать а вы скорее всего акцент должны делать на то где вы получаете больше удовольствия где вы ощущаете себя наполненный потому что вот вы знаете как вы светите и вот каждый вот этот вот лучик чем ярче свет тем больше он будет притягивать людей чем больше он будет притягивать людей все больше будете получать от этих людей финансы то есть если даже не напрямую от людей благодарных вам то через сарафанное радио то есть может быть человек напрямую вам и не оставит деньги но он порекомендует вас еще двум-трем людям до которые может быть они принесут вам деньги то есть вот здесь вот какая-то такая система больше про сарафанное радио идет но вам не нужно переживать за деньги это важный ключевой момент сколько вам нужно постоянно находиться вот в этом состоянии такого такой знаете энергетической наполненности вот это вот для вас самое важно чтобы не впадали вот в это состояние так это у нас была с вами первая позиция двинем и у нас позиция номер два красненький камешек в чем ваши деньги почему не перевернуты рыцарь кубков не половина перевернуты так рыцарь кубков в чем знаете в какой-то вот с одной стороны цикличности до хочется сказать в каких-то сценариях это знаете как какие-то аттракционы мне здесь идут а причем вот это вот как здесь он сидит на карусели все время забываю ручка показывать пальцем как он здесь сидит на карусели да вот есть такая детская игра как волчок да и там лошадка как-то скачет вот она стеклянная какая-то вот что за игрушка такая стеклянная не могу понять в чем ваши деньги однозначно в каких-то аттракционных развлечениях вот как то это связано с детьми потому что вот знаете вот вы дарите какую-то радость чем эта радость и это радость как-то вот и причем то здесь зеркало я не могу понять почему тут зеркала то есть ваши деньги они как будто бы отзеркаливают что ли почему-то мне здесь показывают знаете вот как аттракцион зазеркалия кривых зеркал какие-то искажения понимаете то есть вы как будто бы показываете какие-то искажения а люди смеются от этого ну это как ну погоди да когда волк зайцем заходили вот этот аттракцион зеркалами кривыми зерка зеркала и они смеялись над собой ту шея большая то голова большая то там ту вещи огромные вот что то такое вот ваши деньги как-то связаны с какими-то аттракционами весельями и почему-то какими-то искажениями то ли вы знаете вот как модельеры что ли переодевают людей человек как-то преображается то есть вы как-то связаны с иллюзиями что ли какими-то изменениями то есть вот человек он меняется ему от этого весело ему то хорошо знаете вот как на карнавал одеваются люди как по кто-то преображается кто-то там позволяет своей какой-то темной стороне выйти но из-за того что это например там карнавал да ну никто не посмеется надо мной то есть кто-то может маленьким ребенком одеться кто-то там я не знаю у кого какие вытесненные моменты есть до вытесненные вот проекции вот здесь что-то такое может кто-то знаете фотограф когда приходит и делать вот какой-то сценический образ имидж что-то здесь такое причем знаете чистое здесь нету вот ничего такого нету подвоха понимаете здесь вот какой-то красивый образ создаете какой-то вот иллюзию которая ратует людей ну например если это парикмахер да то создает вот какой-то красивую такую стрижку с укладкой какой-то знаете вот цвет волос окрашивание что людям нравится вот то что вы делали бы а если этот с цветами связано то вы собираете букет очень как-то вот необычно красивые люди ну людям нравится то есть понимаете вы им ваши деньги находятся в состоянии людей то есть вы им дарите состояние к примеру вот если бы вы издавали я не знаю воздушные шары в аренду когда человек сел воздушные шары вот он поднялся на землей и вот он смотрит ему это нравится еду захватывает вот что-то такое может кто-то действительно работает знаете вот как клоном там вот эти вот мыльные пузыри все эти аттракционы или же они сты и танцоры может быть что-то связано допустим с балетом да то что вот дает состояние но здесь искусство понимаете ваши деньги в искусстве сказки может быть кто-то рассказывает здесь не психологи сразу скажу здесь нет такого здесь кто-то кто почему-то вот детская какая-то имеет какое-то отношение к детскости знаете может быть вы реализовываете какие-то детские мечты людей воплощаете их какой-то вот там например праздник и люди какие-то свои мечты что ли реализует что-то мне здесь показывает тут работает знаете с больными детьми может быть он к больные дети и вот у них если есть какие-то желания не знаю хочу проехать на пони либо хочу бы кататься с дельфинами вот вы как-то вот реализуете эти желания и то ли это волонтерство но хотя какое отношение волонтерство имеет к деньгам не знаю вот как-то деньги на состояниях завязаны и аркан справедливости интересно аркан справедливости вообще такой достаточно строгий строгий аркан здесь знаете скорее всего вот что вы делаете для людей то вы получаете обратно дату и люди делают для вас хотя с другой стороны могут быть здесь скорее всего значит две категории людей могут быть да то есть а одна категория людей такие более творческих а другая более структурная до как-то вот связанные тогда может быть справедливостью может быть как-то вот ну я не знаю адвокаты да люди при форме кстати может быть например капитаны да вот все что на кораблях люди при форме в самолетах пилоты да тоже почему как-то вот тоже какое-то вот состояние не случайно я говорила про воздушный шар сказать космонавты но кто знает может быть даже знаете есть вот такие вот аттракционы когда ты одеваешь специальную форму заходишь в определенную такую вот как капсулу да и там воздух снизу идет и он создает ну какая-то как труба такая и он создает невесомость на и вот это вот ощущение иллюзорное состояние парения какие-то вот такие вот аттракционы а если это все-таки серьезные да то возможно адвокаты возможно люди у которых вот прям знаете ощущение защищать вот как-то выравнивать несправедливость но опять-таки почему-то я не знаю как это может быть связано мне идет волонтерство то есть знаете вот есть адвокаты но они какие-то вот не то чтобы богатые а наоборот как-то вот на волонтерских каких-то основных то есть на этом защищают там ну например детей из интерната то есть там где ну мало оплачиваемо поэтому я сказала волонтерство но при этом с чувством долга да то есть вот помогать малоимущим и вот что то здесь такое почему у вас идут от этого деньги я не знаю то есть потому что в принципе это но не не финансовые аспекты но если здесь адвокаты здесь как-то вот все что связано ваше направление все что связано как-то с недвижимостью землей хорошо откуда где еще ваши деньги то здесь как тут по справедливости как-то связано с законом законом с правосудием с выравниванием баланса какого-то то здесь может быть знаете люди которые должны у кого-то что-то забрать потому что такая знаете может быть профессия не очень хорошая но вы у кого-то забираете почему-то это по справедливости хорошо где еще ваши деньги ответил прямо вот сюда выпадает аркан радушия посмотрите какой веселый при такой аркан этим не почему-то напоминает ступню но в любом случае да радуга там где есть радость вот ваши деньги да они завязаны на радуше на добродушие да я бы даже сказала да на на позитивных таких энергиях хорошо а вот сюда какую карту мы вытащим здесь у нас выходит скука скука но в принципе там где вы можете развеселить людей то есть вот опять-таки по заслугам да мы можем сказать когда человеку скучно вы его каким-то образом веселить увеселительные какие-то профессия но они опять-таки могут быть творческие только творчество здесь может быть более серьезным а здесь вот как-то вот причем скука знаете здесь ощущение того что вот ваша профессия каким-то образом имеет отношение к медицине почему-то так я вижу это дома престарелых могут быть да то есть вы как будто бы там веселите людей ну вот поддерживаете веселите в контексте поддержки на какой-то вот эмоциональный моральный психотерапевт вот психбольницы когда например люди работают хочется сказать что вот здесь вот по этой профи по этой позиции почему-то мне не идешь что у вас есть деньги но это вот как будто бы ваше призвание что ли хотя вопрос именно по и на эту позицию до выпал аркан что не четко задан вопрос и я переспросила но все равно вот как-то не идет мне по этой позиции деньги это не потому что вы знаете вы бедные люди нет а здесь вот кому-то бы скорее ваша как бы сказать ваша задача именно в этом и заключается да вы голодными не будете бедствовать вы не будете всегда будут люди которые будут вас благодарить да но это ощущение что это не за вашу работу как будто бы благодарят понимаете то есть это не их вывалент вашей ваших услуг за услуги вы можете получать вот прям хочется сказать грошей но вот благодарность от людей сверх от того что вот вы вот такой человек да то есть ваши качества они очень необходимы людям вот ваша доброта ваша человечность и за это ну например допустим ваша услуга стоит одну единицу а в знак благодарности вам иногда могут давать не деньгами а может быть какими-то подарками да может быть едой ну я не знаю допустим если вы там медик да и ходите там я не знаю кому-то сделать дополнительный там уколы либо еще что-то вот вам знак благодарности тортик и свечет только счет то есть голодными вы не будете на ему скажут вы здесь живете так очень роскошный получаете большие деньги как допустим по первой позиции как вариант но однозначно это должно вас наполнять это вот но вы не можете по-другому здесь как-то так то есть опять таки даже если вы в структурах работаете до адвоката либо судья либо еще что то то здесь вот как-то вот ваша направленность она больше как для малоимущих то есть здесь вот не про взятку да то здесь взятку не не взять если допустим врачи кто опять таки здесь вы много на работе не получите да но при этом это вот состояние вашей души вы иначе бы не смогли поэтому вы находитесь на том месте где вы находитесь но вот как-то так двоечки хорошо давайте вы теперь так вот это я поставлю сюда позиция номер три зелененький камешек троечки в чем ваши деньги в чем ваши деньги так без духовности каких-то кризиса то есть но здесь по сути таркан вообще не не о деньгах хочется сказать что вот ваши деньги они как-то связаны с кризисом других людей ваши деньги вот знаете я бы сказала что вы какой-то вот сыщик да который помогает людям что-то такое отследить увидеть найти а вот вы как будто бы что-то для кого-то находите вы как будто бы помогаете людям находить вы знаете решение в кризисных каких-то ситуациях то есть только кто-то остался без денег кто-то находится в какой-то знаете потерянности растерянности кто-то находится а знаете вот психологические здесь какие-то аспекты когда психосоматика начинает играть здесь когда вот вы как-то помогаете нуждающимся людям но это не бедные люди а это люди которые находятся на распутье то есть как-то я не знаю может быть неожиданно обанкротились но при этом у них было большое ну вот состояние и вот людям нужна психологическая поддержка людям нужно как-то вот знаете в ваши клиенты это те люди здесь как будто бы с клиентами вы работаете ваш контингент это те люди которые неожиданно вот прям неожиданно вошли в какой-то кризис ну например допустим это когда люди выросли выросли я имею вину то есть у людей была семья дети выросли и они вдруг неожиданно остались сами собой ну например парада муж и неожиданно либо женщина одна осталась а потому что дети ушли вот она одна осталась и она теперь не знает куда ну чем заняться да вот и вы как будто вы помогаете таким людям найти свой путь то здесь как будто бы люди запутались потерялись на распутье какие-то кризисы психологические кризисы могут быть, да, когда люди, например, выходят на пенсию, не знают, чем заняться, вот вы помогаете, не им помогаете, помогаете находить свои ориентиры, вы как будто бы помогаете нуждающимся, людям, которые потеряли какую-то вот свою духовную опору, а вы им это даете, то есть здесь еще и с духовностью может быть, вы как будто бы помогаете людям поверить в себя, да, даете им поддержку внутреннюю, да, вот вы как-то знаете, опора, какие-то ценности даете людям, чтобы они смогли дальше двигаться, то есть даете им какую-то удочку, чтобы они дальше пошли ловить рыбу самостоятельно, где еще ваши деньги? Повешены, вот вы ваши деньги, во-первых, аркан повешенный, это всегда про духовность, это про то, когда вы повешены, это тот человек, который через боль, страдания лишается чего-то, во имя чего-то большего, и вот вы как будто бы помогаете людям обездоленным, лишившиеся чего-то, я не случайно сказала про финансы, да, вот здесь у них как будто бы какие-то уроки, вот вы им показываете, что вот ты, лишившись этого, да, ты обретешь нечто большее, и вот что большее вы им показываете, да, либо наоборот показываете, как, допустим, человек открывает бизнес, да, и вы им показываете, что ты можешь там лишиться ресурсов, времени, первое время, пока, ну, бизнес раскрутишь, там, что тебе нужно вкладываться в рекламу, там, надо в это, в это, в это, то есть ты лишаешься либо финансов, либо времени, либо времени, что ты будешь проводить с семьей, но при этом ты вот в конечном итоге получишь, допустим, хорошо устоявшийся бизнес, либо там, например, ты, вы помогаете, например, человеку, ну, прийти, обрести фигуру спортивную, не ради красоты, а вот ради здоровья, вот вы обучаете человека правильно питаться, где, где, чего он должен лишиться, в том числе, лишнего веса, да, чтобы обрести, например, здоровье, то есть вот здесь такие моменты, но здесь эта позиция, она такая очень, на самом деле, духовная, да, то есть мы обретаем себя, вот ваши задачи, ваши деньги, когда вы помогаете людям обрести самих себя, когда вы им показываете, я не знаю, это может быть через что угодно, это может быть через какие-то обучения, тренинги, это может быть какая-то психологическая поддержка, через спорт, да, через что угодно, неважно здесь какая профессия, но суть заключается в том, что вот вы помогаете людям, которые находятся в кризисе, обрести себя, найти опору на себя, понять, кто он есть, и это могут быть абсолютно разные направления. так, я просто смотрю здесь на карту, которую я вот сейчас я вам ее покажу, ну, 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 я долго читала, что здесь написано, человек, который, самоанализ, смотрит через лупу, какие-то детали, вот вы как раз таки про это здесь, и то, что я и говорила, помогаете, может быть, людям, да, заниматься самоанализом, увидеть себя, увидеть свою ценность, понять, для чего происходит в его жизни те или иные ситуации, причинно-следственные связи, может быть, в прямом смысле, да, какая-то психолог, который либо, ну, занимается психоанализом, то есть, помогает человеку разобраться, но здесь, знаете, вот как будто бы такие интересные моменты, кризисные, именно кризисные моменты, как будто бы вы помогаете людям еще адаптироваться к чему-либо, да, к какой-то ситуации. Знаете, вот когда я работала коучем, есть направление, ну, поскольку коучинг, он идет все-таки с Америки, там есть такие очень уникальные направления, которые, ну, в России нету, вот, меня удивляли, это, например, коучи для гей-сообщества, да, для ЛГБТ, сори, сообщества, да, то есть, что они делают, они помогают людям, адаптироваться в обществе, да, чтобы на них не обращали внимание, то есть, вот это вот какая-то психологическая поддержка, есть определенные коучи, которые работают, например, с пенсионерами, которые помогают им адаптироваться к новой реальности, когда не нужно ходить на работу, то есть, вот, какие-то такие, либо коучи, которые помогают, так же, например, как и психологи после войны, да, людям как-то адаптироваться, этим, как их называют, беженцам, да, либо каких-то организациях, например, женщинам, которые подвергались насилию, абьюзу и так далее, да, детям, которые, например, в интернате, и они должны, вот, выйти в реальную жизнь, да, как-то вот, я не знаю, найти себе место, работу, где жить, да, ну, то есть, здесь какие-то такие сложности могут быть, какие-то социальные работники, то есть вы однозначно помогаете людям обрести себя вот в каких-то таких моментах, в чем еще ваши деньги, обновления, да, десятка энергии, да, вот вы как будто бы помогаете людям, здесь помогательные, в помогательные профессии идут, да, ваши деньги, они там, где есть какое-то обновление, ну, то есть, допустим, если мы возьмем бизнес-сферу, да, реорганизацию какую-то провести, опять-таки, вот, как-то, почему-то мне идет в больницах ремонт, но вот какое-то вот обновление, да, в чем еще может быть обновление, ну, здесь как в человеке, а, а может быть какие-то дизайнеры, да, ландшафтные дизайнеры, которые обновления, да, могут произвести внешних моментов каких-то, либо это внутри здания какого-то, да, обновления, да, но здесь вот обязательно должен предшествовать какой-то кризис, то есть какая-то отправная точка, после которой происходит вот какой-то ремонт, да, все, что это связано с ремонтом, ремонтные какие-то работы, то есть если вы мужчина, да, то вполне возможно, что вот ваши, ваша работа, она будет как-то связана с ремонтом именно деталей, ну, например, там, не знаю, часы какие-то механические чините, там, телефоны, компьютеры, да, вот все, что связано с деталями, автомеханики, тоже все, что, там, где есть детальная какая-то работа, да, то есть небольшие прям, ну, части, совчасти, а вот какая-то вот моторика такая тонкая, какие-то вот мелочи, ну, вот такая вот у меня была и третья позиция, не знаю, насколько вам понравился этот расклад, позиция поменялась здесь, но неважно, вот так получилось, так мне захотелось сделать этот расклад, и сделала, получила удовольствие, вот, надеюсь, и вы, жду ваших комментариев, прощаюсь, пока-пока!